Добрый вечер! Служба информации телерадокомпании Гомель протягивает свою работу у эфира и у студии, працует Евген Пабалавец. Делегаты 5-го Усебелорусского народного схода рыхтуются до отдела у форума, который на этот день пройдет в Минску 22 и 23 червяне. На перед однозначные события в жизни нашей страны наместник старшины Гомельского облаканкама Владимир Привалов сострелся с выкладчиками и студентами Гомельского государственного медицинского университета. Темы разговора стали выникой развития Гомельской области в минулом 5 годах. Почас своей особенной лекции наместник старшины облаканкама закрынул экономические, социальные и культурные аспекты жития региона. У будущих медиков и их выкладчиков была так само мягчимость огучить свои вопросы для областных уладов. У Гомельском медуниверситете, який по всей краине в целом, чакают оси белорусского народного схода. На им повинны быть огучены важные халиновые пытания. Нам было бы интересно узнать, какие новшества будут предложены в системе образования, подготовки специалистов. Потому что есть свои стандарты, есть своя программа, которая будет она изменяться и не будет для нас очень важной. Само собой волнуют вопросы о здравоохранении, как оно будет развиваться в дальнейшем и как будет проходить поддержка молодых специалистов. Потому что в скором времени лично у меня распределение. Меня волнует, куда я приеду, как я приеду на рабочее место и как я буду работать и развивать здравоохранение. Разом с иншими обмарковывать пытания социально-экономичного развития державы будут и представители Брагинского района. На передней сходу с ними встретился Олег Сентюров. Брагинский район – один из самых потерпелых. У вынику черноводской катастрофы в районе частного стояло пытание о полном отселении городского поселка. Зараз, правда, ситуация изменилась и людей уже хвалюют не только экологичные пытания. Что отличается миграционных процессов, то зараз Брагинский район от инших ничем не адрознивает. Некто приезжает, некто изменяет адрес на иншие регионы. Кали не игноровать парады в ученых, то жить тут можно без шкоды для здоровья. Тем более, что медики местовых жахаров без уваги не покидают. Беда и самая отметная рыса Брагинского района – он сельскохосподарший. Тут нема промысловых предприемств. А тому и районный бюджет у значной ступени задержит от вынеков работы аграрного сектора. На жаль, сегодня тут есть проблемы, выражать всякие, только на местовом озероуне немогчимо. Брагинский район является сельскохозяйственным регионом. И как будет развиваться сельское хозяйство, зависит во многом благосостояние населения района. Трудности сельхозорганизации, износ техники и нехватка денежных средств для ее приобретения являются одним из факторов, сдерживающих развитие сельхозорганизации. Для обновления сельхозтехники нужны дешевые кредиты. Социальная сфера Брагинского района от других регионов все не так само не одрознивается. Музеи, установы охвата здоровья, детские сады, школы. Ушмат, чем подобные проблемы, характерные для других невеликих регионов, в той же Брагинской школе, например, кадровое питание. Уродженцы других городов после обовязковой отпросовки, звычайно вертаются до дому. Правда, наставники початковых классов, делегата пятого Всебелорусского народного схода, Светлану Будник, как это не тычется, переезжать она не сбирается. А тому на форуме планирую подчеркнуть отказы на питание, какие можно назвать для района наибольшее актуальными. Надеюсь, что во время проведения собрания будут подниматься вопросы, которые волнуют каждого из нас. Уровень заработной платы, качество медицинских услуг, благоустройство наших населенных пунктов, а также создание новых рабочих мест в малых городах и поселках. Являясь участником народного собрания, думаю, что получу достаточно информации о социально-экономическом развитии страны на ближайшие годы. А также хочу услышать предложения по дальнейшему развитию системы образования. Олег Синтюров, Евген Макеенко, телерадо и компания «Гомель», Брагинский район. Подчас проведения 5-го у Себелорусского народного схода будет працовать гаражая телефонная линия. 22-го червяня с 11 до 18 годин, 23-го червяня с 10 до 13 годин. Кожный ожидающий сможет задать хвалюющее пытание выказать свои пропоновы по телефонам 276-400 и 282-400. Код Минска 017. «Гомельская область» планует повеличить свою присутность на рынку излученных штатов Америки. Сподеваться на это дозволяя погоднение в деловых партнерских отношениях, подписанных помеж городами «Гомель» и «Форт Майерс». Подробязности в наступном материале. Подписанное погоднение выник намаганню у предпринятых Белорусским Министерством замежных справ и нашим посольством УЗШ. В уголе у Гомельской области уже есть певный опыт супрацовництва на американских рынках. Размова у першую чергу о Белорусском металлургичном заводе и акционерном товаристве «Спартак». Але тепер нашу присутность меркуется значно поширить. В связи с чим у склад делегации, якая наведала штат Флорида, включили представников широкого предприемства у Гомельской области. «Мы заинтересованы, чтобы наша молочная продукция пошла. Прежде всего, сыр, возможно, сухое молоко. Мясо, безусловно, там не пройдет. Там очень свои рынки мощные, хорошие, латиноамериканские рядом. Конечно, нам хотелось бы, чтобы продукция нашей деревообработки могла быть там востребована, потому что и плиточные материалы нужны, и утеплитель натуральный может вполне там проходить. У них очень большие масштабы строительства. И при этом они не ограничивают себя в импорте, потому что американский континент, он потребляет огромный объем импорта». А прочее того, под час визиту у США были обмеркованы питания супрацовництва в гуманитарных сферах, в приватности помеж высшейшими навучальными установами. Когда все отримается, наши студенты отримают махчимость в учиться в излученных штатах Америки. «У них есть заинтересованность, да и у нас, впрочем, такая же заинтересованность есть – обмениваться группами студентов, чтобы наши проходили там не стажировку даже, а, возможно, даже схемы обучения. Ну, условно, получили базовые какие-то два-три курса у нас, а несколько курсов там. Вполне серьезные они готовы провести по этой теме переговоры». Як чекается, под час святковання Дня Гомеля, у вересних этого года, я гонаведы офицейная делегация Американского штата Флорида. Под час состречу баки мают намер больше деталево обмерковать махчимые накерунки взаимодействия. По коль же гомельчане отзначают доброзрешливые, относенные сбоку уладов и деловых колов штата, и жадание реального супрацовництва с нашим регионом. «Они готовы помочь нам в плане продвижения нашего товара, изучения законодательства, процедур всевозможных административных. Это сложное дело, на новом рынке так просто не пройдешь. Мы даже с Российской Федерацией имеем очень много сегодня проблем в части продвижения наших товаров, а на американском тем более. Так вот, эти услуги как раз, причем на такой, можно сказать, безвозмездной основе, они готовы это все помочь. Безусловно, это вселяет определенный оптимизм, я уверен, что мы сможем прибавить. Есть чему там учиться. Рынок очень многогранный, и я считаю, что для нас это важно и престижно иметь партнеров вот на этом континенте». Олег Сентюроу, Сергей Негеревич и Гермарышченко. Телерадиокомпания «Гомель». На Гомельшине изменились термины проведения проверки автоматизованной системы центральных оповещений громадянской обороны. Сирены прохудшать завтра в областными районных центрах. А в пятницу с 9.00 до 5.00 вечера специалисты будут не только периодично включать электросирены, а и передавать поведомления по радио. Гомель сегодня подвели выники реализации программы развития адекватности за последнюю пятигодку. Означает, что в целом установчивую динамику развития Галины значную увагу на сессии городского совета надали пытаниям, которые потребуют выражения в перспективе. Оптимизация сетки установ, доступность дошкольной, средней и специальной адукации, ахова дятинства и забеспечения Галины компетентными педагогичными работниками. За минулую пятигодку в рамках ответной программы сделаны значный кромк по повышению якости адукационных послуг и потребность одоранных детей. Еще один накерунок, который будет сирот приоритетных на наступные пять годов ахова дятинства. Зараз у Гобеля налишивается больше 900 дятей-сирот и дятей, которые застались без опеки батьков. Яшиколя 700 неполноходовых выховывается у семья, которые находятся у социально небеспешных становища. Есть вопросы, которые сегодня требуют усиленного продолжения. Это в первую очередь вопросы охраны детства, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. В этом направлении наша задача больше работать с трудовыми коллективами, где работают наши родители, воспитанников и учащихся. И одно из направлений, которое требует продолжения такого более усиленного, это поиск дополнительных, скажем, источников для укрепления материально-технической базы учреждения образования. Сегодня отбылся финал масштабного областного детячего телевизионного конкурса ведущих «Юная телезорка». Заключенный этап совместного проекта телерадокомпании Гомеля и управления адекацией Гомельского облаканкама прошел у областным драматичным театры. Светками подеи стали и наши корреспонденты. Амаль пять месяцев отборочных туров, 25 районов Гомельской области и коля 500 удельников. Журы масштабного проекта «Юная телезорка» на реште поставила кропку творческих баталий. Финал прошел на сцене Гомельского областного драматичного театра. До речи, подчас реализации проекта с дымочной бригадой телерадокомпании Гомель довелось проехать сотни километров, а журы провести десятки годин отбирающих конкурсантов. Увы, ни кузамаль пятьсот детей от 10 до 15 годов. До прошлого этапа дошли только 23 удельники. Почему решила поучаствовать? Да потому что мне это очень нравится. Попробовав, нам как-то предложили в этом конкурсе поучаствовать, мои родные, вот. И попробовав, вот это все пройдя, мне это очень нравится. Мне кажется, в дальнейшую жизнь я буду с этим связывать. Головный приз конкурса в месте ведущих от детячей программы телеканала «Беларусь-Чатыры Гомель», чтобы завоевать его удельники с поборней шли в мастадстве красомолства, демонстровали свои вокальные сдольности и умение триматься на сцене. Оценивали их мастерства, представники управления адекватной гомельского облого конкама, ведомые журналисты, спеваки и актеры. Очень приятно, что вот такой конкурс проходит, потому что возрода – это старая традиция. Дело в том, что лет 15 назад священ был фиканский конкурс «Созвездие надежд», который тоже делал систему образования. И вот эти вот юные звезды, которые выходят на сцену, действительно, у них есть шанс. И сегодня, и, возможно, в будущем завоевать сердца этих своих зрителей, которым они стремятся. В уголе за маль пять месяцев кастинга проект объеднал великую колькость детей, надал удельникам упыльненность в своих силах и сдольностях, а головной сгуртовал вокруг агульной мары связать свою будущую с телебачением. Ганна Ковалева, Михаил Рабкоу, телерадио-компания «Гомель». Совершенно война великого народа. Квест-тур под такой назвой пройшел у Гомеля. Командам необходимо было пройти по дистанции, отказывать на разные питания на военную тематику, выполнять пыльные задания. Подробности расскажет Максим Савин. Ангелина Мурадзян разом с Сяброуками примая удел у таким квесте у першиню. Однако худшей за усих отказала на питании Викторины и с первой спробы одрезала 125 граммов хлеба на этапе военно-полевой кухни. Здесь мы отмеряли норму хлеба для каждого человека, ну, суточную норму хлеба. Каждому человеку давались по талончику. Вот, и мы отмеряли. Всего давались каждому рабочему человеку 125 граммов. Каждому человеку? Да, каждому человеку. А вот военным им давалась чуть больше суточная норма, 220... 250 граммов, да. Усяго квест-туры приняли удел 30 юнаков и девчат, курсанты Института Министерства по надзвучайных ситуациях и студентки Лицея легкой промысловости. Шесть команд проходили шесть этапов. А кроме кухни тут был и аж шпиталь. Треба было худко и правильно забинтовать пораненого. На привале спеть песню военных часов под аккомпанемент и пошта написать с фронта письмо до дому. Мероприятие это посвящено 70-летию начала Великой Отечественной войны. Поэтому мы хотели как-то обозначить эту дату. Это очень значимая дата. И это коснулась война, это горе, это страшная дата. Коснулась каждую семью в бывшем Советском Союзе, конечно же, Беларуси. Усе команды дошли до финишу. Головное в таком мероприемстве не перемога, а новые веды про самую буйную войну в истории и дани на памяти усим загинувшим. Евген Поболовец, Максим Савин, Михаил Рабко, Телерадио, компания «Гомель». Сегодня во всем свете означает День беженцев. Проблемы вымушенных переселенцев по ранейшему застаются саправдным выкликом для международной супольности. Гэтаму подтверждене крызис в Украине, масовый наплыв мигрантов и беженцев в Европу. Для приграничной «Гомельщины» гэта таксама тема не меньше актуальная. Гой спецвыпуску программы «Добрый вечер, Гомель» — представник управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев у Республицы Беларусь Жан-Ил Бушарди, а таксама инши эксперты по праце с беженцами. По центру уваги, вопыт Гомельщины и новые подыходы у работе с вымушенными переселенцами. В своем мерковании у тему размова выкаже и популярная белорусская спевачка «Искуя Балян», якая из недавних от часу посол доброй воли управления Верховного комиссара ААН по справах беженцев. В финале выпуска глядошел чекаем музычный подарунок от «Искуи». Глядите программу завтра у 19.30 на «Беларусь-Чатыры». Грандиозное шоу одного з лепших цыганских коллективов в Беларуси «Алюр» отбулося у Гомельским городским центры культуры. Артысты сдоляли собрать в особит на сцене самые лепшие культурные традиции этого артистичного народа. Глядошам представили программу «Песни и танцы народов света», якая показывает, на кольке у себя обдымная цыганская культура. Артысты выканали композиции цыганского фольклоров, собранные в разных краинах. Концертная программа показывает, что цыганская песенная и танцевальная традиция знайшла адлюстрование в культурах таких краин, как Беларусь, Россия, Индия, Египет и навод Латинская Америка. Дорогие особенным твором мастерства в этом шоу можно назвать костюмы. Некоторые из них были распорцеванные и пошитые по специальным заказам. Иншие были привезены с далеких краин. Так костюмы для индийского номера доставили прямо с Индии, а для египетского непосредственно за Африке. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Евген Пабалавец. Усяго доброго и до встречи в эфире.